У меня такая классная история с ним была, но я много раз ее рассказывал, но, может быть, не все слышали, но я могу повторить. Да, что вот я играл товарищеский матч с Анандом в 92-м году, и на этот матч почетными гостями были приглашены Ботвинник и Смыслов. Ну и матч я проиграл с счетом 3-5 из 8 партий, и обратно возвращались с самолетом, тогда еще через Москву летали. Ну и как-то вместе с Ботвинником летели, уже самолет поднялся на высоту, ну и как-то принесли коньяк, Ботвинник принял это угощение тоже, и потом говорит, вот смотрите, какая в мире все-таки несправедливость. Я говорю, о чем вы, Михаил Моисеевич? Да вот, если люди помнят, то в 92-м году был сыгран, ну как это назвать, не знаю, матч-реванш Фишер-Спаски. И Фишер выиграл со счетом 10-5 по результативным партиям. И вот Ботвинник говорит, и Карабаш закончился, и Ботвинник говорит, вот какая несправедливость. Несправедливость в чем состоит? Что вот Фишер, видите, выиграл матч-реванш у Спаскова со счетом плюс 5, и его все называют гением. А вот когда я, ну то есть Ботвинник, выиграл матч-реванш у Таля, матч-реванш у Таля со счетом 13-8, как бы те же плюс 5, меня почему-то гением никто не называл. А все только говорили, ну вот опять выползла эта старая сволочь. А я не знал. Ну это я сказал, что по имени ушам, ни слова не придумал, ручай. Великолепно, это прекрасно, да. Особенно так, представляю себе образ Михаила Моисеевича, да. Да, после выпитого коньячка. Да, раскрылся, да.